Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли артист театра имени Моссовета Нил Кропалов. Здравствуйте, Нил. Здравствуйте. Мы с вами сейчас будем знакомиться. Здесь уже живьём, потому что на сцене я вас видел. Видел в ваших сериальных работах. И вот вы здесь. И, конечно, вы пришли с большим творческим багажом под названием общения с замечательным театральным мастером Юрием Ивановичем Ерёминым. И это идёт подготовка к спектаклю по мотивам бессмертного произведения Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». И вы в главной роли Григорий Печорин. Вот прежде чем, наверное, я скажу про свой разбор Григория Печорина, я бы сказал, что я эту роль сыграл ещё в 15 лет. Вот я помню момент, открыл книгу. И до утра, на одном дыхании, весь роман. И тогда это стало моим самым любимым произведением. Первым. И он потом вошёл у меня в топ-5 моих любимых романов. И сразу я тогда как-то почувствовал, что это моя роль. Прочитал роман, но почувствовал, что когда-то я это сыграю. Он другой. Он нестандартно реагирует вообще на любую ситуацию в жизни. Ему нравится вскрывать характеры людей. Самые яркие проявления. Это удивительная черта, способность. У меня почему-то тоже в последнее время стало какое-то непреодолимое желание кого-то, ну не пошутить, но как-то, может быть, слегка уколоть. Опасная роль. Опасная роль. Роман настолько загадочен и удивителен, что однозначного ответа найти впрямую невозможно. Я многое чего понял, многое нащупал и попробовал сделать на сцене. Но я знаю, что одну вещь, пока не буду говорить, но я её ещё не нашёл. Я надеюсь, что это произойдёт со мной в одном из спектаклей. Ну, зрители вполне возможно помогут. У вас так совпало, что вместе с Печориным, уже не на театральную сцену, а на экраны, и это «Россия-1» вышел фильм, который называется «Большой артист». Удивительность в том, что над нами всеми судьба. Я это ощутил полноценно в этом году. В один день. Фаталист Лермонтов. Да. Так. Практически в один час. Мне поступает предложение «Большой артист», и я узнаю, что в театре будет ставиться герой нашего времени. Репетиции и съёмки в одни сроки. Я даже не понял, даже объём, который на меня упал, свалился свыше. И здесь главная роль, и там главная роль. Вам Олег Даль с Андреем Санычем Мироновым помогли в телеверсии Печорина Анатолия Эфроса? Представляете, нет. Вот я посмотрел все экранизации, и скажу так. Да, в кино по-другому. Они все, все артисты великие, замечательно играют. Но если взять эту органику и перенести её на сцену, ничего не получится. Сцена – совсем другие законы. Какая-то другая страсть, другой масштаб, другая подача. Я это ощущаю, потому что у меня всегда театры и кино шли рядом, и эту грань я методом своих проб и ошибок, собственным, в общем-то, примером, я это понял. И то же самое в Печорине. В кино я играл бы совсем по-другому его. На сцене это какой-то другой, ну, это всё другое. Это плюс ещё намного градусов выше. Нила, что я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы у вас таких счастливых совпадений было в жизни больше, когда в одночасье поступают такие предложения, от которых совсем не хочется отказываться. Спасибо. Спасибо. Сегодня в главной роли Нил Кропалов, актёр театра Моссовета, и мы говорили о премьере в этом замечательном театре спектакля, который будет называться «Герой нашего времени». Низкий поклон, обязательно увидимся.